Обладатель девятого дана, главный тренер сборной команды Бразилии по каратэ, сенсей Тасуки Ватанабе, приехал в Россию во второй раз, преодолев 30-ти часовой перелет с пересадкой в Париже. В Одинцово мастера ждали и дети, и взрослые, ведь помимо обучения, семинар предполагал аттестацию спортсменов. В зале каратисты разного возраста, работать с такой аудиторией непросто, но в этом есть свои плюсы. Юные спортсмены смотрят на старших и видят, к чему нужно стремиться. Моя задача увлечь каратэ, показать педагогам, как нужно вести занятия и увидеть, как развивается каратэ в вашем городе. Это как цветы, иногда нужно полить, а иногда и подрезать. Председатель городской ассоциации каратэ Сергей Петухов, по приглашению которого сенсей приехал в Россию, постарался сделать два дня семинара максимально эффективными. Тасуки Ватанабе провел четыре тренировки. Утром для более опытных каратистов, вечером для новичков. Спортсмены отрабатывали базовую технику, ката и кумите. Важно было задать направление, в котором теперь будут развиваться каратисты. Я хочу познакомить и сам познакомиться с системой тренировок в Бразилии. Это одна из сильнейших тренировочных систем на сегодняшний день, потому что сенсей Ватанабе является главным тренером сборной Бразилии по традиционному каратэ на сегодняшний день. И сборная Бразилии показывает великолепные результаты на соревнованиях. И мне интересно посмотреть эту систему, попробовать ее. Сенсей Тасуки Ватанабе воспитал немало прославленных спортсменов. Один из них – боец ММА Лиота Мачида, применяющий широкую стойку сетокан и стратегию быстрых движений. Организаторы семинара поставили себе цель – получить максимум знаний от японско-бразильского мастера, который учит ребят быть сильными, смелыми и честными, в первую очередь, самим собой. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.